Здравствуйте! С вами интернет-магазин President Watches. Сегодня мы расскажем вам, как настроить часы Casio G-Shock GST-W110D-7A. Начнем с подсветки. У часов... Сейчас включу режим текущего времени. В любом из режимов вы можете включить подсветку однократным нажатием на правую верхнюю кнопку. Таким образом выглядит. Также в данной модели можно включить функцию автоматической подсветки. Для этого нужно удержать верхнюю правую кнопку несколько секунд до появления галочки в чекбоксе LT. Она срабатывает при повороте запястья на 90 градусов, когда вы подносите часы к глазам. Это полезно, если у вас руки заняты чем-то или в толстых перчатках, когда проблематично нажать на кнопки. Срабатывает она в темном освещении в целях экономии заряда солнечной батареи. Далее перейдем к настройке режимов. Какие у нас доступны режимы? Режим текущего времени. Переключаемся между ними мы левой нижней кнопкой. Следующий режим в мировое время. Далее идет секундомер. Таймер. И будильник. Теперь возьмем по порядку. Первое, что нужно сделать после покупки часов, это убедиться в том, что цифровое время и аналоговое у вас совпадают. Если это по какой-то причине не так, это нужно исправить вручную. Для этого мы удерживаем левую верхнюю кнопку несколько секунд до второго звукового сигнала. Когда изменится, без звукового сигнала, изменится, когда сообщение в окошке на H-set, ручная настройка. Стрелки побежали у нас к отметке 0 часов 0 минут. Должно все, если правильно все у нас настроено, совпадать 0 часов 0 минут, 0 часов 0 минут. Если это по какой-то причине не так, к примеру, в таком положении стрелки, мы вручную правыми кнопками, верхний и нижний, корректируем положение минутной стрелки. Если там сильный разброс, то можно ускорить стрелку удержанием кнопки. Устанавливается она однократным нажатием любую из кнопок. Итак, мы выставили все правильно. Выходим из настройки однократным нажатием левой верхней кнопки. Теперь часы у нас показывают, ну как показывали, правильное время. Далее, как настроить режим текущего времени. Для этого удерживаем левую верхнюю кнопку до первого звукового сигнала. Попали в режим настройки. Первое, что мы делаем, выбираем код города. Все настройки осуществляются всегда правыми кнопками, иногда только правой нижней кнопкой. Переключение между разрядами левой нижней кнопкой. Итак, выбираем нужный нам код города, который нам соответствует. Если вы не находите свой город, в инструкции есть таблица с кодами. И по ней вы можете определить время вашего города непосредственно. Итак, выберем Москву. Переходим к следующему разряду. Автоматический переход на летнее время. Он может быть как выключен, так и включен. Также автоматически, в зависимости от кода города, будет он сам включаться и выключаться. Следующий разряд. Формат времени 24-часовой, либо 12-часовой. Выбираем. Затем можем сбросить счетчик секунд текущего времени. Следующий разряд. Установка часа. Далее минуты. Затем год. Месяц. И число. Затем вы можете также отключить звук кнопок. Такая функция. И выбрать продолжительность подсветки. Одна единичка означает полторы секунды время подсветки, либо три секунды. Трочка. Также здесь вы можете выключить режим энергосбережения, который, как я говорил, актуален. Так как здесь солнечная батарея, и в паспортное время года лучше его включать. Если у вас много солнца, то много света, то можно его отключить. Тогда все функции будут работать на полную. И мы вернулись по кругу к выбору кода города. Выходим из настройки однократным нажатием левой верхней кнопки. Стрелки, вы обратили внимание при всех настройках, уходят в сторону, чтобы не мешать нашему обзору цифровых дисплеев. Когда мы выходим из настройки, они возвращаются в режим текущего времени. Показывает нам текущее время. Следующий разряд. Мировое время. Здесь просто вы можете правой нижней кнопкой листать коды городов. И в правом окошке видеть время непосредственно этого часового пояса соответствующего. Следующий режим – секундомер. Запускается он правой нижней кнопкой. Промежуточные результаты вы можете фиксировать левой верхней кнопкой в режиме работы секундомера. Видите, время зафиксировалось. А общее время при этом продолжает учитываться. Если нажмем еще раз, то увидим общее время. Останавливается секундомер правой нижней кнопкой. Сбрасывается до нулевых значений при остановленном секундомере левой верхней кнопкой. Далее. Следующий режим – таймер. Запускается он также правой нижней кнопкой. Пошли секунды. Левее минуты. Ей же останавливается. Сбрасывается до установленных нами ранее значений левой верхней кнопкой. Как установить эти значения? Для этого мы удерживаем левую верхнюю кнопку. Попадаем в режим настройки. И также правыми кнопками выставляем нужное количество минут. Между разрядами переключаемся левой нижней кнопкой. Перешли на секунды. Установили также правыми кнопками секунды. И выходим из настройки однократным нажатием левой верхней кнопки. Это наше установленное время. Запускаем. Устанавливаем. Сбрасываем. Следующий режим – будильник. Здесь есть пять независимых будильников. Выбираются они правой нижней кнопкой. Шестая функция – это звуковая индикация начала часа. И будильники. Эта функция включается и выключается однократным нажатием левой верхней кнопки. Вы видите внизу. Выбираем будильник. Вы можете поставить в течение дня пять на разное время. Устанавливаются они следующим образом. Удерживаем левую верхнюю кнопку. Выставляем правыми кнопками час. Между разрядами переключаемся левой нижней кнопкой. Установили минуты. Вышли из настройки однократным нажатием левой верхней кнопки. Все. Проверили, что он у нас включен. Все. Будильник включен. Звуковой сигнал у будильника можно послушать, удержав правую нижнюю кнопку. Таким вот образом. Все. Мы вернулись по кругу в режим текущего времени. Это все о настройках данной модели. Спасибо за внимание.